приветствую всех на своем канале сегодня хотел хочу поговорить о ренимашках и показать вам свою ренимашку которая начала цвести она долго мучилась вы знаете кто давно на моем канале все знают что я покупаю орхидеи в не очень хорошем состоянии то есть плохом состоянии и помогаю им прийти в чувство вот это реанимашечка называется каменная роза посмотрите какое прелестное растение и сколько цветочков она распустила это орхидеечка эти бутончики еще новенькие нарастают видите как она красиво черниль на приятно я ее купила в очень плохом состоянии у меня было видео на канале листья были вялые в ужасном состоянии посмотрите как мое растение пришло в чувство листики плотные аж постукивают плотные плотные правда корешков растущих я не наблюдаю посадила я ее сразу же керамзит мелкий и она неплохо себя чувствует а лист был вялый вялый абсолютно растет она в двойном горшочке поливая я этот второй кашпо на палец вот так воды больше не наливать и вот так моя каменная роза пришла в чувство на ней была одна палочка цветочков не было никаких и она опустила почечки и посмотрите какая прелесть у меня расцвела я очень рада этой каменной розой рада что она у меня оказалась на канале а сегодня вам покажу новые растения я уберу эту каменную розу в сторону и что я буду с ними делать от самого начала и до конца и в каком состоянии я покупаю свои растения вот я приобрела на канал два вот растения две орхидейки уцененки конечно же уцененки потому что цветущие красивые растения на данный момент меня не интересует мне у меня появилось новое увлечение как из такого растения довести до цветущего состояния сейчас покажу вам подробно как я это делаю сейчас достану из горшочка из кулечка вот и сняла пленочку хочу показать ком состоянии и орхидеи вот из него одна была еще по бумажной упаковочке вот эта орхидейка наверно какая-то сортовая вот на ней что-то написано грунт у них видите какой она сверху висела уже выпал вываливала из горшка торфяной горшочек присутствует корни ужасные в общем будем спасать вот такая вот орхидейка вот такой экземпляр ко мне попался листья вялые все листья вялые это вообще пожмяканая штряпочку скрученную другую сторону с точки роста листочка не наблюдаются цветонос обрезать не буду на самом растении вот какая-то черная точечка но за этим мы будем наблюдать эту кору я выброшу я в нее сажать не буду а бирочку оставлю напишу какого числа я начала ухаживать за этими орхидейками чтобы знать это одна орхидейка и 2 орхидейка смотрим цветонос с точки роста здесь лист немножко плотнее этот вот вялый нижний но она сильно пересохла в этом она отойдет я думаю этот немножечко плотнее не поморщенный ровный листик с горшочка она тоже вываливается но немного держится корнями то полностью вывалилась орхидейка а это какой-то корешочек может вот этот держит и и торфяной стаканчик тоже присутствует но может и лучше что он был этот торфяной стаканчик при такой пересушке хотя бы чуть-чуть влага сохранилась он сухой торфяной стаканчик абсолютно я поместила свою орхидейку в мисочку и сейчас хочу почистить ей немного корневую листочки убрать сухие корешочки освободить от торфяного стаканчика и покажу что я с ней делаю дальше то есть моя орхидея сейчас в таком состоянии запущенном что я даже не буду есть секатор обрабатывать ничего я не уверена что она даже выживет хотя вот одна уверенность есть митя потечка есть которая корешок будет всегда уверенность должна быть такие работаю немного если я сейчас обрежу и корневую то непонятно я могу обрезать хороший корешок который еще жизнеспособный я сначала очищу от коры оба растения вот одно я чистил этот грунт я выброшу стаканчик немножко быстрее делаю меньше буду говорить в таком состоянии моя орхидея теперь я беру воду вода у меня отстойная это у меня полтора литровая баночка вот еще на банках написано хоз старинная банка я беру препарат hb101 или nv101 так как он называется на упаковке пишется натуральный виталайзер можно и так и так его назвать это не играет роли главное чтобы вы купили не подделку если купите подделку он не так работает ну в общем подделка есть поделка открываю колпачок и каплю на полтора литра две капельки покажу чтобы видно было немножко у меня штатив поломался я другой взяла две капельки этого достаточно полтора литра воды на литр я капаю одну капельку но сейчас у нас орхидеи в очень плохом состоянии и беру миску и выливаю эти полтора литра вот видите какая банка полтора литровая баночка в мисочку с водой теперь в эту миску я добавлю у меня есть препарат вот посмотрите пожалуйста разведенный фитоспорин я немного сюда добавлю вот такую крышечку теперь мне нужно это все размешать и и погружу свои орхидеи вместе все вместе и корни и листики все на минут двадцать и вторую орхидею погружу пускай она напитает за то время как она напитается жидкости корни придут в состоянии я буду видеть какой корешочек мне нужно отрезать вот так она состоит вы не бойтесь что я погрузила там зальется в пазухе все мы затем салфеткой все повытираем пока мои орхидеи находятся в питательной жидкости натуральном виталайзере стимуляторе роста я возьму такой стикер напишу здесь число чтобы узнать какого числа я начала лечение этих орхидеи 25 мая и наклею эту наклеечку вот так в следующий раз когда я буду показывать вам эту орхидейку мы все будем знать какого числа началось эксперимент с этой орхидейкой за какое время она смогла прийти в себя или зачахнуть вот я достаю свои орхидейки сейчас я обрежу ненужные корешки прошло 20 минут смотрите показалось все все что нам надо зеленый корень это хороший корень а вот эти сухие корни можно их смело обрезать вот эти желтые корни это они не видели света они затем могут позеленеть не нужно их обрезать листочки обрезать я не буду ну сейчас я их обработаю и покажу что я делаю дальше на этой орхидейке тоже кое-что нужно обрезать и много чего можно оставить приступим одну орхидейку я уже обработала вот этот поломанные листочки пока трогать не буду эти листики немножечко пришли в себя но еще им нужно время если я оставлю орхидейку в таком положении то в пазухе позатекала сильно водичка что я для этого сделаю я ее переверну вверх ногами и поставлю в горшочек сейчас обработаю обрежу вторую корневую систему вот эти все сухие корешочки нужно обрезать вот они снимаются просто они не живые их оставлять нет смысла и зачищать тоже не буду сильно так как ну я ее не планирую сегодня посадить в грунт я для реанимации своих орхидей выбираю другой способ они у меня стоят над водой а как они стоят сейчас покажу результаты тоже есть сейчас все увидите своими глазами только я вот обрежу чтобы не занимать ваше время я обрежу сама смотрите сквозь чешуечку пробивается корешочек это уже радует много видите здесь был листочек он засох снять бы его у меня сильно не получается но я и не тружусь это делать так как я в грунт сажать не планирую вот эта черная точечка меня сильно напрягает видите но я посмотрела так подковырнула с этой стороны ничего нет я думаю наверно все таки секатором срежу эту часть листочка может кто-то бы не советовал но я не знаю мне что не нравится эта чернота вот видите с этой стороны она не черная тоже радует и под низом листочек хороший сейчас я оставлю все в покое вот здесь видите чернота немножко но это все надо наблюдать так как это у меня реанимашка это не здоровая орхидейка за ней нужно следить это нужно дополнительное внимание это я убираю в сторону смотрите я взяла двойной горшочек с автополивом налила сюда воды внутри он абсолютно воды нет не дотрагивается вот видите сухо будет ну если вот перевернула на бок появилась водичка так она не дотрагивается и помещу свои орхидейки вот так одна возле одной они будут стоять именно в этом горшочке смотри ну так как они еще сильно мокрые я их пока переверну вверх ногами чтобы из пазух листиков стекловодичка а затем как я вам показала так они будут наращивать корневую систему но в этом горшочке внизу будет все время вода здесь они корнями не будут дотрагиваться вот с такой корневой системой я оставляю свои орхидейки и вот ставлю табличку 25 мая мы начали их спасать понаблюдаем за этими орхидейками вот я хочу вам показать еще дверь анимашки у меня есть вот такой системе одна стоит я поставила просто в горшочек сейчас вот достану вот такой горшочке я делала из бутылки и вот так она у меня стояла это просто поставила чтобы она не переваливалась а так она стоит смотрите два листика без точки с точки роста нет листочка это я обработала максимом она сильно у меня гнила это орхидейка которую я сажала в пеностекло и она потеряла все свои корешочки но она тургор не теряет у нее все хорошо свой стволик не чернеет ничего гниль не пошла листики плотные твердые она у меня стоит на такой системе у нее все в порядке еще одна орхидейка тоже стоит на доращивании у меня посмотрите какая система я насыпала керамзита по краю горшочка и она нарастила вот корневую систему ее уже можно было бы посадить но пускай еще немножко порастет ей так все хорошо все нравится вот так я выращиваю свои орхидейки то есть не выращиваю а спасаю если кому понравилось мое видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал оставайтесь вместе со мной если кого интересуют другие цветы переходите на мой новый канал жизнь в городе и узнаете много нового и интересного спасибо всем за внимание до свидания до свидания Продолжение следует...